Вчера мы нашли следы йети, но сегодня вы на моем канале Бегак ТВ. И опять вы задаете простой вопрос. Чем я занимаюсь, что я создаю и что изобрел? Я не понимаю, почему нельзя посмотреть другие ролики. Но, так как я вас уважаю, я сейчас вам расскажу, какие изобретения у меня есть. Кратко, очень кратко, но чтобы было понятно, чем я занимаюсь, о чем мечтаю и куда двигаюсь. Так что смотрите сегодня на канале колонны исторические, готические на Бештау и изобретения, которые я сейчас создаю. Это загадочное место находится в Пятигорске на горе Бештау. Вы будете удивлены, но видимо здесь стояли древние монументальные здания, похожие на греческие или может быть Санкт-Петербурга. Ну что, готовы увидеть необычную конструкцию? Транспорт будущего. Аппарат вертикальной взлеты и посадки. Да, и прежде чем я продолжу, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, если вам интересно. Написать комментарии. И полетели! Это загадочное место находится в Пятигорске на горе Бештау. Вы будете удивлены, но видимо здесь стояли древние монументальные здания, похожие на греческие или может быть Санкт-Петербурга. Очень похожие основания и элементы, из которых сложены эти были, эти строения. Вот, например, сейчас я вам покажу. По моему мнению, это безувеченное, оплавленное основание колонны. А фрагмент следующий, это ось, на котором собирались эти колонны. Я здесь поищу, они разбросаны тут повсеместно. И удивительно, что здесь никогда не проводились настоящие исторические раскопки. Я думаю, что вам надо это обязательно знать. И когда будете в Пятигорске, обязательно посетите место под названием Лабиринт. Посмотрите внимательно, ничто не напоминает? Налицо, вот оно, основание колонн. Спаленное пожаром, взрывом, не знаю, и разбросано на тысячу метров. Вот они глыбы с прямыми краями и тоже оплавленными. Вон они, не закопанные. Если посмотреть поближе, вон увидите. А вот элементы самой конструкции. Жернова их называют. Но на самом деле это явное искусственное происхождение, часть колонн. Но это по моему мнению. Сейчас в ближайшее время все зарастет. Опять травой покроется. И уже будет трудно найти в этих зарослях, в камыше, в траве, вот эти осколки зданий, которые вы видите впереди. Постараюсь сейчас их поближе показать. Вот они везде разбросаны. На первый вид это просто куски скалы. Но посмотрите, как идеально отточены поверхности. В некоторых местах видны полиагональные стыки. Ну, там вдалеке, туда я не пойду, там болото. Вот. Ну и, конечно же, вот эти круглые образования, сделанные из камня, явно колонны. Ну, вот посмотрите, например. Это явно блок искусственного происхождения. Прямой угол когда-то был. Интересное место. Надо проводить по-любому здесь раскопки. Например, еще фрагмент колонны. Как видите, все не так просто. Ну, все, расколот-то, плавлено. Много-много тысячи лет назад или столетий. Не знаю. Взрыв явно шел откуда-то оттуда. И все раскидывалось по склону. Вот. Не зря здесь говорят, что построен храм был. Как вы знаете, храмы строят именно на местах силы. И здесь как раз-таки находится мужской монастырь. Вот. Очень странные места. Еще здесь видели Йети. Ну, или снежного человека. По-честному, самому временами становится не по себе, когда ходишь по этим местам. Вот здесь явно было строение какое-то. Засыпанное. Типа воронки. Видите, осталось. От бомбы. В которой вырос... Выросло дерево. Ну, вот вам еще доказательство. Видите? Прям вырвано с корнем основание колонны. Ну, колонны приблизительно такие же, как Исаковский дворец. Может, чуть поменьше. Ну, удивительная вещь. Удивительное творение явно искусственного происхождения. Поэтому, кому интересно, приезжайте, исследуйте, изучайте. Посмотрите изотопный анализ. Я по секрету скажу, что ребята с датчиками проходили. И здесь, конечно, радиация зашкаливает. Ну, в пределах нормы. Итак, за моей спиной лабиринт. Как сейчас рассказали представители русского географического общества. А мне кажется, они где-то секта. У них такое-то все-таки. Хотя, кто его знает? Ладно, шутка. Они сказали, что вызывают здесь духов. Представляете, небо разверзлось. И оттуда рок изобилия. Короче, золото, миги, все такое. Счастье, любовь. Но, кто верит, кто нет. Поэтому подпишитесь на канал, поставьте лайк. И я с вами пошел строить самолет. Вчера мы нашли следы Йети. Но сегодня вы на моем канале Бегак ТВ. И опять вы задаете простой вопрос. Чем я занимаюсь? Что я создаю и что изобрел? Я не понимаю, почему нельзя посмотреть другие ролики. Но, так как я вас уважаю, я сейчас вам расскажу, какие изобретения у меня есть. Кратко, очень кратко. Но, чтобы было понятно, чем я занимаюсь, о чем мечтаю и куда-то. Да, у меня сегодня хаос здесь. Но начнем с любимого моего аппарата. Это Беголет Гринфлайн. Он сейчас стоит на техобслуживании. Так как у нас все получилось. Мы настроили, наконец-таки, систему управления вот этими замечательными винтами. И мы скоро будем на нем летать. Это полностью электрический аппарат. Для профилактики мы сняли сейчас проушин переднего колеса. Вот так она выглядит. Вот это у припластиковое ресурс. И самое главное, конечно же, это то, что этот аппарат полностью электрический. Он ездит и летает. На основе его мы хотим сделать маленькие микроэлектромобили для городской среды, для каршеринга, ну и так далее. Так что обращайтесь, кому нужна такая техника, и мы с удовольствием ее сделаем. Это Беголет Гринфлайн. Еще раз говорю. Выглядит вот так название. Это Беголет Эва Плюс. Ну, сейчас вы видите Эва Банг. Вот и на его название. Он очень похож на Гринфлайн, но у него стоит обычный электро... Ой, запутался. Стоит обычный ДВС. Цель его летать на мягком крыле с использованием вот этих карабинчиков. На ДВС. У нас здесь обтекатель. Скоро увидите, как он летает. Вот это ручка управления газом. И самое главное. Когда научились летать на этом замечательном аппарате, вы можете спокойно потом взять в аренду или купить вот это замечательное крылышко, которое мы сделали. Это крыло. Крыло самолетного типа. Оно просто защелкивается вместо параплана на корпус этого аппарата. И вы получаете полноценный самолет. Вот. Следующий проект, который я тоже завершаю. Это трехсредное транспортное средство. Называется Беголет Хайп. Кстати, тоже можете увидеть его в ролике на моем канале. Просто наберите Беголет Хайп. Сейчас мы его улучшили. Поставили рули направления. Вот так они работают. И делаем сейчас колеса. С нашими партнерами мы обсуждаем возможность использования нового типа контроллера. И хотим установить, как вы видите, что это? Ага. Правильно. Это для установления рекорда скорости. Антикрыло. Иначе он залетит просто от земли. Мы хотим на трассе Формула-1 в Сочи проехаться на нем и установить рекорд. Это же одно из изобретений Беголет Тритон. Он ездит и плавает. Ну, Тритон, поэтому и Тритон. Колеса у него поднимаются. Посмотрите тоже в ролике. Наберите Беголет Тритон. Очень удобная кабинка для двух человек. Электроника вся необходимая. Багажничек достаточно просторный. Но мы хотим сделать его серийным и доступным. Он просто заряжается от розетки. Вот таким зарядным устройством. Оно, конечно, у нас пылище. Но, по крайней мере, видно, что это такое. А вот он, аккумулятор. Его хватает на 100 километров. Ну, серьезная тема. Это тоже прототип. И я еще раз говорю. Для всех, кто смотрит. Возможно, у вас есть желание наладить серийное производство. У нас есть конструкторская документация. Есть тесты испытаний. Пожалуйста, обращайтесь. Мы хотим создать технику, нужную людям. Мы готовы поделиться. Я лично готов, как конструктор, поделиться этой техникой. Давайте, давайте, не теряйтесь. Давайте к нам. А это секретная разработка. Беголет-стерх. Четырехместный. Он может ездить, плавать и летать. Но пока это просто прототип. Хотел, конечно, рассказать об этом самолете. Но это будет отдельная история. Давайте расскажу о другом. Более интересном продукте. Ну что, готовы увидеть необычную конструкцию? Это на авиасалоне будет сенсацией. Шуковского. На максимум. 20-21. Хотя, может, и я и не поеду. Кто его знает. Но вам сейчас покажу. И не забывайте, что все, что я сейчас рассказал, есть отдельными роликами на моем канале. Смотрите. Комментируйте. Задавайте вопросы. Ну, хотелось бы, чтобы вы знали, что я делаю. Я не просто человек, который ведет дневник. Я создаю будущее. Все фантазии, которые я создаю, они в реальности. И я уверен, что вам понравится. Это не блеф. Это на самом деле работа. Итак, смотрим. Это PCG Big Aero. Транспорт будущего. Аппарат вертикальной взлеты и посадки. Не имеющий мировых аналогов. Прототип уменьшенный в 4 раза. Полноразмерный сможет перевозить до 6 человек. На первом этапе 2 человека и груз. А вообще, сначала будет грузовой. Что означает PCG Big Aero? Passage Cargo Jet. Big Aero. Таким образом, мы создали аппарат на новых принципах аэродинамики, который может летать и перевозить тяжелые грузы. Сейчас у нас идут его тесты и испытания. Я не могу, к сожалению, их сейчас вам показывать, потому что это результаты научно-исследовательской деятельности. Но как только, как только у меня все будет готово, и я пойму, что пора, вы увидите первыми, потому что вы находились на моем канале. Далее, спасибо, что вы со мной на самом деле. Давайте, пишите, поддерживайте, делитесь. А все остальное по секрету буду вам рассказывать. Я надеюсь, показал очень кратко, но понятно. Кому не очень все понятно, посмотрите ролики. Флагманы 2021. Они есть у меня на канале. И я думаю, там более подробно рассказано о каждом основном изобретении. Но мы продолжаем с вами встречаться. И я хотел сказать, не забудьте подписаться, поставить лайк. Завтра будет интересней.